Олег Олег, моя троюродная из Питера, сестра видать, которая в начале войны орала, что Путин мой император, теперь рыдает у сына на работе, всем принесли повестки, но для них всему виной Украина, до них так ничего и не дошло. Ну, то есть, это понятно, что для насильника, вообще в психологии насильника, если жертва царапается и отбивается, то виновата жертва. Это я понимаю их логику. Для них виновата Украина, ни один солдат которой за всю историю после распада СССР не пересек российскую граничку. То есть, россияне, российские солдаты пересекали эту границу и в Крыму, и на Донбассе, и Стрелков Гиркин об этом очень честно, очень внятно рассказывает. Постоянно, то есть, Россия осуществляла агрессию. Украина ни разу не перешла российскую государственную границу, и при этом она же виновата еще. Как это может быть? Кто-то мне может это объяснить. Психология. Это психология насильника, психология преступника. У преступника жертва виновата, что он ее убил. У нее юбка была короткая, у нее она вызывающаяся вела, эта девочка, она подмигивала, хотя этого может и не было. И это дало мне право изнасиловать ее, а потом она стала отбиваться, и я ее убил. Это вот любой судебный юрист это слышит постоянно. Жертва виновата, что она начала отбиваться. И они вводят это в сознание людей. На самом деле, очень опасный психологический вопрос. Действительно. То есть, на что рассчитывает Путин и пропаганда? Мобилизация действительно крайне непопулярна. Люди не хотят умирать. Это самое первичное, самое глубинное инстинктивное чувство человека. Чувство самосохранения. Они прекрасно понимают, что поездка на войну в Украину это вероятная смерть. Степень вероятности может быть разной, но это вероятная смерть. Организм, психология человека против этого протестует на любом уровне. Это можно обмануть, будучи фанатиком. Фанатики могут умирать за свои фанатические представления. Но у этого миллиона нет фанатических представлений. Более того, они видят, что вагнеровцы получают хотя бы эти деньги, они ничего не будут получать. Они валенки не будут получать, они босоногие там будут ходить. Естественно, это не популярно. Но на что рассчитывает Путин и вся пропаганда? На что они рассчитывают? Они рассчитывают, что вот это чувство обвинения Украины дойдет до максимума. Что россияне будут винить украинцев и ненавидеть украинцев еще больше за то, что Путин, проиграв войну, вынужден отправить на мясо, на бойню еще миллион их родственников, друзей, знакомых, коллег. Это Украина у них будет виновата и украинцы. И ненавидеть они и пропаганда, будут все время говорить, посмотрите, эти украинцы убивают ваших людей. Они убили уже 100 тысяч, потом они убили 200 тысяч, потом они убили весь этот миллион. Это они убили миллион. Украинцы через Хаймарсы, через натовскую артиллерию положили наших молодых ребят, наше будущее. Вот какой будет нарратив. Вот какая будет идея, как поддержать ненависть к украинскому народу. То есть не Путина, сейчас будет переключение такое, вы увидите, и это кошмар, пропаганда будет переключаться. Не Путина будут обвинять в том, что он на смерть послал этих ребят. А украинцы, за то, что украинцы защищают свою землю, их убивают. И приходят трупы, теперь уже не только в эту Туву и Якутию, а по всей России будут эти мешки с трупами теперь развозиться. И в каждом городе будет пятиминутка ненависти. Ах, эти подлецы, убили. Убили наших молодых чудесных, значит, пацанов. Давайте еще миллион пошлем. Давайте еще два миллиона пошлем. Вот что будет. Вот на что расчет. И, к сожалению, интеллектуальный уровень нынешней российской нации в целом, я не говорю про элиту, не говорю про интеллигенцию, а в целом средний уровень, он такой, что они даже могут в это поверить. И даже могут сказать, да, давайте пошлем и еще один миллион, и два миллиона. Давайте им отомстим за прежний миллион тем, что мы положим еще три миллиона. Вот какая, на что идет расчет. И типа вот дальше люди будут идти на войну с охотой, потому что они же будут как бы мстить за смерть этого миллиона, да, или трехсот тысяч. Они будут хотеть возмездия, и тогда эта мотивация по чуть-чуть придет. То есть сейчас ее нет, сейчас люди не хотят. Сейчас люди бегут. Сейчас люди, даже если их загребают, ну, видно, что они воевать не будут. Видно, что они просто не будут воевать. Но если им постоянно будут капать вот эти укры ужасные, значит, убили тысячи и тысячи, то они будут... Больше того, они же прямо про это говорят. Послушайте, что в Хабаровске, как происходит собрание этих пушечного мяса. Я собираю роту на убой, говорит человек, если вы не услышали. На убой собираю. То есть весь смысл, да, отправить их, их там уничтожат. И все стоят, а, как же уничтожили наших хабаровских, давайте еще пошлем. На убой отправляют. И тетки говорят, да ты... Ну, и там не очень все это. На убой он отправляет. Ты иди сам на убой, говорят эти тетки. Ну, послушайте еще раз. Это грандиозно. Я служил, послушайте. Да, я служил, говорят. 150-я рота, это идет на убой. Если куны, не вставайте. Если нормальный мужик, и тело собрались. Если свои деньги, я выезжаю... Нет, ты извиняй меня, до спины я буду отправляться, я слышу, на убой. Я на тебя его ростила. Стоишь там, братик. Дурак, уберите его к чертовой матери. Ну, вообще, это про Путина должно быть. В этих Кавказских республиках, там, так как люди уже сталкивались с войной, в Течне, в Дагестане, в других вот этих... Осетии. Там вообще никто не хочет. В Махачкале реальные антипутинские выступления и реальные столкновения с полицией. Потому что они знают, что это такое. Они с этим сталкивались в жизни. Они это помнят еще, эти поколения. И там, в Махачкале, там совсем другое настроение. Они не хотят идти на убой, как вот эти вот глубинный народ. Не хотят. Они знают, что это точно на убой. Что вот из этого первого мобилизационного призыва на родину вернутся единицы. Они это знают. И никакой победы при этом не будет. Ну, вы видите, да? Идут просто столкновения, физические столкновения с политикой, с полицией идут. Это даже, ну, вот реальная такая, ну, еще не бунт, но уже вот такое предбунтовое состояние. И поэтому, собственно, Кадыров, который очень чувствует там свое ханство, свое маленькое ханство, независимое от России, он сразу послал Путина на три буквы с мобилизацией. Потому что он понимает прекрасно, что его люди с автоматами, там, понятно, они всегда готовы посниматься для ТикТока и Инстаграма. Всегда. Вот это, это пострелять в воздух готовы. Да, но реально умирать ни один из этих бородатых чеченцев не хочет. И они знают, что такое украинская армия. И они там получали отлуп под Киевом. Помните, Кадыров якобы под Киев приезжал. Всех там этих чеченцев положили. Вот. И где там еще, там на юге и под Донецком, Северодонецком. Они везде получали отлуп. Очень много погибло. И он не может отправлять их на мобилизацию, потому что он просто лишится своей армии. Он знает, что их там всех положат. И он сказал, моя армия, моя частная армия не пойдет ни на какую войну. Да, сейчас, конечно, там будут править неугодных. Вот неугодных, пожалуйста. Те, кто имеет какие-то оппозиционные взгляды, им в первую очередь повестки. Как вот во время митингов в Москве и Петербурге, задержанным, антивоенным людям вручали повестки. Это насколько надо быть дебилами. Понимая, что человек против войны, он будет агитировать против войны. Он будет, ну, армия же это должно быть слаженный механизм, вера в то, что ты делаешь правильно, некая общая цель. И ты туда запускаешь людей, которые изначально настроены подорвать всю эту мобилизацию. Насколько надо быть дебилами, да? Ну, военкома-то все равно. Он галочку поставил, человечка передал, раба, и как бы дело с концом. Но для российской армии, которая будет состоять наполовину из пацифистов, наполовину из алкоголиков, наполовину из всяких там, ну, не знаю, врачей и так далее, которые в жизни не держали эти автоматы в руках. Так, это же не армия. Идея армии – это мотивированность, это желание, там, ну, не знаю, исполнить задачу. А никто из этих людей никакую задачу исполнить не хочет. У них задача оттуда или свалить, или сдаться, или просто, ну, как бы выжить, да? Все три задачи никак не соответствуют цели победы какой-либо. То есть, эти элементы в армии, то есть, один такой, ну, я не знаю, элемент, он отравляет всю роту. Все. Эту роту можно выбрасывать. Как это можно делать, я не знаю, друзья мои. Пишите свои комментарии. Это важно. Да, напомню, что у нас даже голосование по этому поводу прошло. Сейчас я гляну, если оно у меня осталось тут. Да, вот голосование. Что, по-вашему, ждет сотни тысяч насильно мобилизированных россиян? Ну, понятно, что насильно, потому что они же не сами пришли, не постучались. Возьмите нас. Героическая слава почести, денежные выплаты верит только 3%. А уже проголосовало это старые данные, уже там больше пяти проголосовало тысяч. Смерть и увечья 71%. Сбегут, сдадутся в плен, останутся в Украине или Европе 13%. 5%, что будет бунт против Путина и командиров. Ну, вот видим эти регионы, типа Махачкала, там остальные. Ну, и суды, трибуналы и позор за участие в агрессивной войне 7%. А смерть и увечья 71% в это верят. Поверьте, точно так, такое же распределение там среди этих ребят. Они тоже прекрасно понимают. Смерть, увечья, то, что там можно получить. И все. И про тебя забудут и выбросят. Так с какой мотивацией они будут биться? Ну, это же смешно. Зеки забыли упомянуть. Татьяна Доренчевская. Говорят, в Чечне очереди военкоматы. Я думаю, что это чистая показуха. В Чечне всегда показуха. Да? Сколько из этой очереди куда поедет, это очень большой вопрос. Это Кадыров, так как он метит в итоге, я уверен абсолютно, в президенты России. И вполне возможно им станет в результате переворота, убийства Путина, любого другого события. Вполне вероятно. Вот. Он делает всегда картинку. У него всегда картинки. Картинка вот этот Грозный, несколько небоскребов, а вокруг жути трущобы. Вот эти там пиры золотые, да, а реально население самое бедное в России. Вот эти суперсолдаты якобы его, которые в ТикТоке суперсолдаты, да, а в реальности не сильно, да. И так далее. Вот пишет Богдан Дорофеев такое наблюдение. Если в отстающую команду добавить еще одного человека, он зайдет в команду на месяц. А теперь представьте, если таких человек 300 тысяч. Да. То есть мы пока еще не видим реального влияния этой мобилизации на войну и не увидим в ближайшие месяцы. То есть реально вот это мясо, оно начнет поступать в ноябре, в декабре, да, в части. И вот тогда почувствуется эффект этого. Но реально это просто гири, которые будут тянуть армию на дно. Я напомню, что вот это уже в истории России случалось не раз. Вот просто не раз это случалось. Когда они набирали огромную армию, и эта армия только как бы тянула их вниз. Это было во время Первой мировой войны. Это была знаменитая Цусимская операция, когда гигантский российский флот, никогда в истории Россия не имела такого мощного флота, поперся в Цусиму и потонул там практически весь. Это была Крымская война. Понятно, что войска России, Российской империи по численности были в разы больше, чем тех, ну как это, десант тех войск, которые имели союзники. В разы. Ну это были холопы. Это были вот эти мобилизованные крестьяне. Их было много, а у британцев, французов были просто пушки нормальные. И они этих холопов там разметали как детей. То есть это Россия проходит. Каждый момент своей максимальной деградации Россия начинает делать какую-то массовую херню. Массовую херню. Типа коллективизация, мобилизация, могилизация. Вот когда начинается вот такая массовая херня, жди беды. Это всегда так. Вот пишут, в Первой мировой войне крестьян набирали, от армии была. Вот. Задницу рубахой вытирали. Ну вот эти крестьяне потом, когда естественно умирать никто не хотел, настроения были абсолютно антивоенные, они пришли и скинули царя. Ну так, на минутку. Это вот эти самые крестьяне, потому что они пошли на войну. Некому стало убирать этот хлеб, делать, возделывать поля. Начался дефицит. Дефицит. Можете почитать историю зимы 16-17 года. Они все вернули, жрать хотят. Начались погромы, начались обворовывания лавок и всего остального. И в итоге просто эта масса, которая вернулась с войны, они скинули царя. Они установили вот это временное правительство, которое так и не смогло их обуздать. И за полгода они там одичали настолько, что вместе с большевиками устроили вот эту всю резню, гигантскую гражданскую войну, в которой просто Российская империя распалась, я напоминаю. Не полностью, но распалась. А потом превратилась в этот коммунистический жупел. Вот и все.